И второе, это когда человек, допустим, говорит, я помогу тебе, душа, справиться с моим неконтролируемым физическим телом, я проголодаю, тем самым покажу тебе, что мое сознание может управлять этим физическим телом, что мое сознание сильнее, чем это физическое тело. Физическое тело это как пьяная наглая женщина, жирная, пьяная, наглая, старая женщина, которая напилась и которой все на всем наплевать, ей нечего терять, она хамит, ругается, плюется, рыгает, падает, непонятно чего хочет, то она ест, то она пьет, и управлять ей невозможно. То есть на каждое слово она начинает выделять какой-то гормон, но наше сознание за счет нашей души, как один из элемент духовного роста, должен воспитывать наше физическое тело. Один из элементов воспитания это дисциплина, когда наше сознание дисциплинирует наше физическое тело, когда дисциплинирует чувства, когда человек начинает, ой, почему, что ж такое, что это надо сказать, да стоп, что ж это такое, сколько может это продолжаться, что это за каша-малаша. Или там болит где-то, нужно сказать, стоп, сколько можно болеть, я тебе не разрешаю болеть, хватит уже, сколько можно. Вот таким образом наше сознание, увеличивая свою силу, может воспитывать наше физическое тело, дисциплинируя его, понятно? Это очень важно и это сегодня.